МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елена Катаржина. В ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ушли под воду. Областной центр отходит от последствий мощнейшего ливня. За одну ночь на город выпала более полутора месячной нормы осадков. Терпеть бездушные отписки не намерен. Андрей Никитин потребовал от чиновников предельно внимательного подхода к обращениям граждан. От ботика Петра Великого до наших дней. В Крестецкой флотилии Парус день военно-морского флота отметили театрализованным парадом кораблей. Сегодня в региональном управлении МЧС рассказали о мерах по устранению последствий сильных ливней. Они прошли в области в минувшие выходные. Подтопление территории, отключение электроснабжения в эти дни были зафиксированы в пяти муниципалитетах. Старорусском, Холмском, Подорском. Больше других пострадали в Великий Новгород и Новгородский район. Затоплены сотни участков новой мельницы. В воде стоят не только огороды, но и дома и хозяйственные постройки. Кресту сотни участков совершенно затоплены. Весь урожай смыт. За сутки на регион обрушилась больше месячной нормы осадков. Последний раз такое фиксировали в 50-х годах прошлого века. Главным управлением ЧС России по Новгородской области организована работа межведомственного оперативного штаба по ликвидации ЧС. Основной акцент спасатели делали на оповещение персонала детских оздоровительных лагерей. С учетом тех трагических событий в Карелии до всех детских оздоровительных лагерей была доведена информация и рекомендации об ограничении выхода в выходные дни, какие-то походы, выходы на акватории. Не было допущено гибели и травматизма людей. Это самый главный весомый показатель. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать. Уже проведено более 20 выездов. В основном это откачка воды из подвальных помещений. Всего в ликвидации ЧС участвуют 267 человек и более 70 единиц техники. Самый мощный удар стихии в этот раз приняла на себя столица региона. В ночь с 29 на 30 июля на территории Великого Новгорода выпало почти 12 сантиметров осадков. Это 166% от месячной нормы июля. Как результат, потоп на улицах, протечки в жилых домах, затопленные магазины и подземные переходы. Весь день накануне Алена Сутина фиксировала последствия сильнейшего ливня. Вот такой вот у нас замечательный дождик. Добрый вечер, друзья. Ломоносово затоплено. Все машины, так сказать, по пояс стоят в воде. Движения остановлены. Вечер 29 июля. Шторм с ливнем парализовал движение в областном центре. Очевидцы буквально ввели прямой репортаж, публикуя в сети одно видео за другим. Ближе к трем часам ночи дождь в Великом Новгороде прекратился, но вода не спешила уходить. В воскресенье в полдень все еще затрудненным оставалось движение по улицам Октябрьская, Ломоносова, Попова, Зелинского. Настоящим апокалипсисом июльский ливень оказался для новгородского автовокзала. Цокольный этаж. Воды здесь буквально по пояс. По словам арендаторов, к потопам они привыкли. Плавают павильоны минимум два раза в год. Ну, ожидаемый результат. В принципе, мы это знали и ждали, что будет так. Ну, нет, так-то, может, и нет. Ну, примерно так. Это вопрос к проектировщикам, да, на том, что здесь было болото. И когда они углублялись на этаж, болото, ну, наверное, надо было подумать. Кафе, продуктовый магазин, фотоателье, аптека. Их работа парализована. Владельцы павильонов пытаются спасти оборудование и документы. Надежды на то, что сканер и компьютер пережили наводнение, никакой. По темному пешеходному переходу в районе железнодорожного вокзала повезло больше. Здесь и воды изначально было меньше, и сейчас ее всего лишь по щиколотку. Времени час дня. Насосы работают, вода потихонечку уходит. Правда, новгородцам, привыкшим пользоваться этим переходом, пришлось нелегко. Вариантом возвращаться обратно и добираться до вокзала на автобусе воспользовались единицы. Остальные возмущались, но нарушали правила. Люди добираются через рельсы. Вокруг ходят. И как вообще поезда поедут? Сейчас будут отправляться поезда, которые люди должны ходить, чтобы выйти на платформу. Непонятно, как они будут. Стихия не щадит никого. Затопленным в эти выходные оказался и подвал театра для детей и молодежи Малой. Пострадали декорации всех идущих в репертуаре спектаклей. Реквизит, столярный цех, музыкальные инструменты. В сентябре театр собирался открывать свой 28-й театральный сезон. Но сейчас мы в большой панике находимся, потому что наши декорации тех спектаклей, это и Уфо, и Вдребезги, и Эфигения жертва, и детские спектакли, они очень сильно пострадали от воды. Бессонная ночь выдалась и у жителей многоэтажек по улице Озерная. Эти дома построены компанией «Деловой партнер» по программе «Жилье для российской семьи». Сданы весной 2017-го. Первый же сильный ливень обернулся для новоселов настоящим потопом. С 11 часов, да, всё начало течь? Как всё это развивалось? В 11 ночи, да, уже потекло по стенам, мы стали отодвигать мебель, а в 3 часа ночи уже как бы стало подсыхать, но вот обуви отвалились. Только вчера, видимо, ливануло, и по стене просто водопад пошёл, схватились за тряпки, мебель, всё начали отодвигать. Просто нет слов. Так, чтобы от дождя по стенам текло никогда. Досталось во время ливня и многострадальному дому в Панковке. Временная крыша многоэтажки, по улице промышленная. Испытание водной стихии не выдержало. Залитыми оказались все этажи. Ну всё, чтобы спасли тот раз при пожаре, то сейчас потеряли при этом затопе. Ну всё. Сейчас она начнёт сохнуть, она и так-то уже раскидывалась во все стороны. Сейчас вообще непонятно, что. И так всю ночь не спали, бегали, сгребали всё это. И пока Великий Новгород оправляется от удара стихии, жильцы просушивают квартиры, а автомобилисты ищут свои госномера, смытые дождевыми реками. Радуются всей этой ситуации только дети. Бесплатный аквапарк на детской площадке. О чём ещё можно мечтать этим летом. Андрей Никитин сегодня потребовал от подчинённых предельно внимательного отношения к обращениям людей. Глава региона заявил, что не потерпит волокиты и формалистики. Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства области. Основной вопрос повестки – качество ответов чиновников на обращения граждан. Сегодня оно точно не на уровне и зачастую скорее похоже на отписки со ссылками на бесчисленное количество нормативных документов, чем на помощь в решении проблемы, отметил Андрей Никитин. Каждый ответ от регионального правительства он подписывает лично. И такое бездушное отношение к обращениям жителей области недопустимо. Либо, что ещё хуже, я считаю, мы отвечаем, ваше письмо перенаправлено туда-то. Ваше письмо перенаправлено в администрацию района. Ваше письмо перенаправлено в какую-то организацию. Уважаемые коллеги, я бы хотел, чтобы вы довели до сведения сотрудников ваших. И до собственного сведения, учитывая, что вы это всё визируете, все эти подготовленные ответы, по каждому обращению человека, с ним нужно связаться, во всяком случае, его послушать, попытаться решить его проблему. Кроме того, Андрей Никитин отметил, что должны решаться без откладываний в долгий ящик и проблемы, поднятые новгородцами в коммуникационной системе в вечевой колокол. В основном они касаются благоустройства нашей области. Добавим, что на сегодня в программе зарегистрировано почти 2,5 тысячи человек. В Новгородской области будут внедряться проекты национальной технологической инициативы. Соответствующий документ опубликован на портале правительства страны. По итогам заседания Президиума Совета по модернизации экономики, который проходил в Великом Новгороде 18 июля, глава правительства Дмитрий Медведев подписал протокол, согласно которому Новгородская область стала пилотным регионом по внедрению проектов национальной технической инициативы. Это значит, что самые передовые разработки, которые появляются по всей стране, не только у нас в университете, но и у других, могут быть опробованы и протестированы, и принести пользу на нашей новгородской земле. Одним из проектов национальной технической инициативы, который будет реализован в регионе, станет проект Внешэкономбанка, основанный на технологии блокчейн. 26 июля на деловом форуме «Точка кипения» в Петрозаводске между правительством области и Внешэкономбанком был подписан меморандум о сотрудничестве. В субботу исполнилось 79 лет поселку Парфино. Погода не баловала, однако праздник под весьма оптимистичным названием «Краски Парфинского лета» все же состоялся. Хотя свой 79-й день рождения Парфино встречала под уже привычным этим летом дождем, центральная площадь за 10 минут заполнилась людьми. В праздничной колонии молодежь, коллектив городообразующего фанерного комбината, медики, пенсионеры, работники администрации, культуры и образования. Погода не испортила настроение? Нет, ничего, мы уже привыкли за это лето к такой погоде. Так что все хорошо. Хороший праздник, но вот видите, сколько людей радуется, прекрасно себя чувствует. Солнца нет, но это не мешает. Замечаются ли вы какие-то изменения в поселке? Да, особенно внешних, внешние изменения. На самом деле их много. Стараемся облагораживать, обустраивать, ну и делать наш поселок привлекательным. Мы его украшаем собственными силами, руками, клумбами. Чем мы украшаем? Детей ростим, остаемся в поселке. Это самое главное. Как что держит? Родина, работа, любимая работа, дети, семья. Да, все есть. Почему? Зачем ехать куда-то, когда можно жить хорошо здесь? Кстати, скоро улица Ленина, которая и ведет к центру поселка, преобразится. Молодые архитекторы разработали проект «Фанери Парк», который постепенно воплощается в жизнь. Фанера, как бренд Парфина, станет основным рабочим материалом для новой променадной зоны. Здесь появится инсталляция исторических событий и того, чем живет поселок сегодня. Комплексное благоустройство улицы Ленина, где будут отремонтированы тротуары, будут снесены переросшие деревья, кустарники, рекультивация земельного участка, отремонтированы сети, там проходит водопровод, канализация. Будет полностью восстановлено освещение с использованием энергосберегающих светильников. Пожелал удачи с реализацией проекта вице-губернатор Сергей Сорокин. Он поздравил жителей с праздником и вручил Парфинцам грамоты регионального правительства за достижение трудовой деятельности. Отметили также почетных граждан края и крепкие семейные пары. По традиции на площади работали торговые и развлекательные ряды, где можно было ознакомиться с местной продукцией и промыслом. Из Парфинского района Кристина Белян, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение. Накануне в стране отметили день военно-морского флота. В нашей области центром торжеств стала детская флотилия «Парус» в Крестецком районе. Воспитанники лагеря подготовили настоящее путешествие в историю, представив увлекательный рассказ о создании и развитии русского мореходства. Репортаж Юлий Бабич. Дождливое лето этих девчонок и мальчишек, кажется, совсем не испугало. Даже юных рыбаков, Вову и Диму, которым пришлось стоять по пояс в не по-июльски прохладной воде. Все ребята с энтузиазмом играли свои роли. Не потому что сказано, а потому что нравится. Театрализованное представление ко дню военно-морского флота они готовили две недели. Это не только военный лагерь, в котором только одна дисциплина, но здесь также и очень весело, и очень интересно. Здесь можно много друзей найти себе новых. Так что парус – это счастье, можно сказать. Лавстровскими управляют юные воспитанники в флотилии, матросы, экипажи. Показаться капитаном корабля – мечта любого моряка, пусть пока и на параде детской флотилии. Управляли суднами сами воспитанники. Макет атомного ракетного крейсера К-415, катамараны на воздушной подушке и во главе деревянный ботик. Это ботик Святой Николай. С подобного судна при Петре Первом все и начиналось. А после Россия участвовала в 24 крупных морских сражениях. В 23 мы одержали победу. Потешная флотилия Петра стала первым шагом к созданию русского флота. Как это было, воспитанники паруса рассказали ярко и понятно. И ко всему не забыли продемонстрировать, что умеют еще. К примеру, приемы рукопашного боя. Все делают с горящими глазами десятки мальчишек и девчонок, потому что не слушают занудных лекций, похвастался директор паруса Алексей Позняков. И они этот свой интерес реализуют каждый день. Вот в каждом как бы движении, вот в этих корабликах, вот мечта. Кстати, детская флотилия Парус будет запускать мои маленькие дети, будут пускать вот эту мечту в озеро. Ну, мечта романтика. Служить Родине, любить Родину. В завершении праздника новички прошли обряд посвящения, а тем, кто уже на «ты» с морским делом, вручили заслуженные награды. Поздравляя воспитанников паруса с праздником, Андрей Никитин пожелал ребятам пронести приобретенные навыки и принципы через всю свою жизнь. Неважно, пойдете вы служить на флот или будете работать в гражданской сфере, вы запомнили это время, вы запомнили то, чему вы здесь научились. И это помогло вам жить достойно, быть настоящими гражданами и патриотами своей страны. После двухчасового представления мальчишки и девчонки вернулись к своим будничным делам. К слову, сейчас в парусе отдыхает более двухсот ребят, причем не только из нашей области, но еще и Тверской, Московской и Мурманской. Из Крестецкого района Юлия Бабич, Владислав Ковалевский, новости Новгородское областное телевидение. «Динамо» из Санкт-Петербурга провело третью игру первенства ФНЛ в Великом Новгороде. В воскресенье на стадионе «Электрон» клуб из северной столицы встретился с Кубанью из Краснодара. До Петербурга, от Новгорода 200 километров, до Краснодара около двух тысяч. Тем не менее, на фанатских трибунах хозяев и гостей наблюдался приблизительный парикет. Самые преданные болельщики Кубани поддерживают свою команду, несмотря на то, что результаты ее, мягко говоря, не впечатляют. Я не столько болельщик, сколько сочувствующий. В свое время работали много в Краснодаре, оттуда и шарф остался так, на память. Вот пришел, думаю, поболею. За «Динамо»-то, наверное, много народу будет болеть. Питер рядом, а за Кубань-то, блин, хоть кто-нибудь. Вот я, например. Дивизион сильнейших Кубань покинула в 2016 году, и перед началом прошлого первенства ФНЛ считалась одним из фаворитов лиги. Но полностью провалила сезон. Не слишком удачно стартовала команда и в нынешнем розыгрыше, хотя цели перед ней до сих пор ставятся самые высокие. Конечно, мы постараемся все сделать для того, чтобы быть в числе тех команд, которые решат задачу выхода в премьер-лигу. Славные времена «Динамо» прошли уже очень давно. На протяжении десятилетий команда, меняя название, кочевала из лиги в лигу. Дважды прекращала свое существование. Очередное возрождение клуба случилось два года назад. Болельщики старейшей питерской команды по-прежнему ей верны. Хотя и считается, что в северной столице один футбольный идол – «Зенит». Ненавидимы полностью вообще. И никакой дружбы не намечается ни на ближайшие годы, вообще десятилетия даже. Счет в этом матче открыли хозяева. Подачу со штрафного замкнул не самый высокий Артем Кулишев. Однако удержать преимущество «Динамовцы» не смогли. Две грубых ошибки в обороне гостей не простили. Казалось, Кубань спокойно доведет игру до победы. Но на 83-й минуте команда осталась в меньшинстве. И тут же еще один удар. Мяч после розыгрыша штрафного попал в руку краснодарца. И судья показал на точку. Пенальти четко реализовал все тот же Кулишев. Понятно, что нам с такими командами играть первым номером пока еще рановато. Поэтому мы изначально выстроили свою игру именно вторым номером. На этой неделе «Динамо» ждет дальний перелет во Владивосток. Следующую домашнюю игру команда проведет 9 августа против Нижегородского олимпийца. Алексей Дмитриев, Владислав Ковалевский. Новости Новгородское областное телевидение. К этому часу все интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. В рейде реклама и прогноз погоды, развитие событий в наших вечерних выпусках. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова